Одесский городской совет свою позицию высказал 19 октября на сессии, было принято решение в части того, что Одесский городской совет согласился с необходимостью передачи в город, в то же время выставил определенные условия. Часть из этих условий на сегодняшний день уже выполнена, в частности 15 января дело о банкротстве Одесской ТЭС прекращено, постановлено обращение акций. Одновременно с тем, да, действительно фонд госимущества принял решение о включении ее в план приводизации, но это процедура, которую фонд выполнил не только в отношении ЕСКТЭС, в отношении всех ТЭС. Вместе с тем, 16 января, как вы знаете, глава Кабинета Министров дал поручение отработать Кабинету Министров вопрос передачи ТЭС, не только Одесской, но и всех ТЭС коммунальной собственности. Поэтому, безусловно, я думаю, что город Идалия будет обращаться к фонду с вопросом согласования передачи ТЭС коммунальной собственности, с вопросом согласования тех условий, на которых эта передача возможна. Потребительный СИЗО проходим, скажем так, штатно, да, то есть номинации предприятиям на поставку природного газа на март месяц получены. Вот, задолженность, как бы, у нас еще пока что сохраняется на достаточно высоком уровне, но работаем с потребителями, надеемся на их понимание, на то, что они будут своевременно платить за тепловой энергии. Какая это? Ну, на сегодняшний день задолженность, скажем так, чуть-чуть опустилась ниже уровня 600 миллионов гривен, но это все равно достаточно много. Ну, дополнительно, ну, как бы, пока что хватает, а дальше будем смотреть. Почему? Потому что вы знаете, что тариф у нас для горожан действует тот же, то есть тариф не повышен, он действует, сохраняется на уровне, который был еще до начала топительного сезона. Вот, предприятие на сегодняшний день перешло, 25 февраля был подписан акт приема передачи лицензионных дел между облах администрации и национальной комиссией регулирования энергетики коммунальных услуг. Предприятие перешло под лицензирование нацкомиссии, и мы на сегодняшний день материалы новые, новый расчет тарифа мы готовим, но эта процедура не быстрая, в любом случае это длительная, сложная, тяжелая процедура. На сегодняшний день мы выплатили более 70% заработной платы и, ну, как бы, продолжаем ее платить ежедневно. Ну, я думаю, что при таком уровне мы полностью там выплатим то, что сейчас должны выплатить в течение буквально там ближайших 4-5 дней.